Блокада Ленинграда началась через два месяца после нападения Германии на Советский Союз. 8 сентября 1941 года фашистская армия перекрыла все сухопутные подходы к городу и пошел отчет 900 страшных дней голода, холода и смерти. Почти 2,5 миллиона человек остались без водопровода, отопления, канализации и света с минимальным запасом продуктов. Всего в Ленинграде, вот вдумается, давайте вдумаемся в цифру, 750 тысяч человек умерло от голода, а я уже не говорю по Ладожскому озеру что-то, зимой, вот это вот по льду, когда машины падали в этот лед, когда погибали люди, когда эвакуация была по льду и они вместе, и дети, и старики, все туда уходили. А когда Ладога уже, лед уходил, так сказать, уже началась вода, тоже многих эвакуировали и попадали под бомбежки и погибали там. В городском совете ветеранов Армавира каждый год отмечают день снятия блокады Ленинграда. 27 января 43-го после 10 дней сражений красноармейцам удалось отбить врага на 200 километров от города. В те дни погибло более 40 тысяч солдат. В наше время нередко возникают споры, стоила ли оборона города таких потерь. А зачем эти были жертвы? Да отдали бы Ленинград. Ну давайте отдадим Ленинград, отдадим Сталинград, отдадим Москву, отдадим Армавир, отдадим Кавказ, отдадим Урал. Это был подвиг наших советских людей. И роптаний же не было, понимаете. Люди понимали, что какая ситуация. На встречу в честь предстоящей даты пришли пять жителей блокадного города. Их поздравили победители патриотического конкурса городского совета ветеранов. К 75-летию освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков блокадницам вручили памятные медали. Ирина Казминкова – одна из тех, кому удалось выжить во время осады и эвакуации. Я не всю блокаду пережила. Мы у нас с мамой и с папинами, с тремя сестрами, и братом, и дедушкой, и бабушкой перевезли через Ладогу. Перед нами как раз, вот как Николай Николаевич рассказывал, перед нами машина как раз нырнула под лед. А мы как, я не знаю, видно, этот водитель был, ну как сказать, опытный или как. Он как-то раз, вывернул и вывезет. Дорога жизни долгое время была единственным способом связи с осадным городом. По ней в Ленинград привозили продукты, а назад в грузовики везли стариков, женщин и детей. Вот эта наша дорога жизни, конечно, спасла многих людей. И очень многие даже были здесь у нас. Вот Абрамова, которая организовала наше блокадное общество, Елизавета Павловна, она же привезла сюда детей блокадного в Ленинград. Они были все вот в удобной, в станицах вот везде, их раздавали по семьям. А потом уже здесь в Армавире организовали дом вот этих детей. Она тоже была через Ладогу увезена. За стойкость и мужество жителей Ленинград удостоился звания город-герой. Еще в военные годы подвигу освободителей посвятили немало песен, которые вспоминали во время встречи. Одну из них – Волховскую застольную – исполнил ансамбль Совета ветеранов. И на Лепеткина Артур Карджанян, служба информации, телеканал АРН-ТВ и Армавир. Субтитры создавал DimaTorzok